Материалистическая теория происхождения государства связывает возникновение государства с появлением частной собственности, расколом общества на классы и классовыми противоречиями. По мнению сторонников данной теории, государство есть продукты проявления непримиримых классовых противоречий. По оценкам специалистов, теория отличается четкостью и ясностью исходных положений, логической стройностью и, несомненно, представляет собой большое достижение. Теоретической мысли основные положения теории Наиболее полное изложение основ данной теории содержится в работах Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и В. И. Ленина «Государство и революция» По Энгельсу государство существует неизвечно, были общества, которые обходились без государства и государственной власти. На определенной ступени экономического развития, которая с необходимостью была связана с расколом общества на классы, государство стало в силу этого раскола необходимостью. Когда в обществе появляются классы с противоречивыми экономическими интересами, начинается противостояние между ними. Для того, чтобы это противостояние не привело к коллапсу общества, необходима стоящая над обществом сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах порядка. Эта сила, произошедшая из общества, но ставящая себя над ним и все более и более отчуждающая себя от него и есть государство. Государство отличается от родоплеменной организации разделением подданных по территориальным делениям. Поскольку основой существования родовых объединений была связь членов рода с определенной территорией, то с увеличением мобильности населения, вызванной экономическими причинами, родовое общество перестало выполнять свою функцию. Гражданам предоставили возможность осуществлять свои общественные права и обязанности там, где они поселялись, безотносительно к роду и племени. Второй отличительной чертой государства является учреждение публичной власти, которое не совпадает непосредственно с населением и призвано держать в повиновении всех граждан. Эта публичная власть существует в каждом государстве и состоит не только из вооруженных людей, но и из принудительных учреждений разного рода, которые не были известны родовому обществу. Публичная власть усиливается по мере того, как обостряются классовые противоречия внутри государства и по мере того, как соприкасающиеся между собой государства становятся большей населенной. Для содержания этой публичной власти необходимы взносы граждан налоги. Развитием цивилизации становится недостаточно и налогов государство делает займы государственной долги. Обладая публичной властью и правом взыскания налогов, чиновники становятся как органы общества над обществом, что обеспечивается авторитетом законов, дающих им неприкосновенность. Поскольку государство возникло из потребности держать везде противоположность классов, то оно по общему правилу является государством самого могущественного экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса. Так, античное государство было, прежде всего, государством рабовладельцев для подавления рабов, феодальное государство – органом дворянства для подавления крепостных и зависимых крестьян, а представительное государство эпохи нового времени есть орудия эксплуатации наемного труда капиталом. В виде исключения встречаются также периоды, когда борющиеся классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам. Такова, например, абсолютная монархия 17 и 18 веков, которая держит в равновесии дворянство и буржуазию друг против друга. Кроме того, в большинстве известных в истории государств предоставляемые гражданам право соразмеряются с их имущественным положением. И этим прямо заявляется, что государство – это организация имущего класса для защиты его от неимущего. В Афинах и Риме это определялось делением граждан имущественной категории. В средневековом феодальном государстве степень политического влияния определялась размерами землевладения. В эпоху нового времени это находило выражение в избирательном цензе при выборах высшие государственные органы. Высшая форма государства – демократическая республика официально ничего не знает о различиях по богатству. При ней богатство пользуется своей властью косвенно, с одной стороны, в форме прямого подкупа чиновников, с другой стороны, в форме союза между правительством и крупным акционерным капиталом. По мнению сторонников данной теории, в середине-конце XIX века общество стало приближаться к такой ступени развития производства, на которой существование противоборствующих классов перестало быть необходимостью и становится помехой развитию производительных сил. Результатом этого является неизбежное исчезновение классов посредством социальной революции, а вместе с ним и неизбежное исчезновение государства. Критика теории СС Алексеев и В. М. Карельски указывают, что хотя нет оснований считать, что классовая борьба не влияла на возникновение государства, нельзя считать возникновение классов единственной причиной его появления, поскольку имеются примеры зарождения и формирования государства в доклассовом обществе, а на процесс государства образования влияют и другие, более общие факторы.